Что чувствует человек, получивший положительный результат теста на ВИЧ? Шок, отчаяние, рвущийся из души крик «Почему я?» Что я сделал не так? Что я не сделал? Кто виноват? А действительно кто? С этим вечным вопросом мы будем разбираться в студии Афонтова «Я Сергей Ким». У нас сегодня редкая на телевидении, да и в прессе тема ВИЧ и СПИДа. Год назад в эфире нашей телекомпании, вот в этой студии, Владимир Познер, пожалуй, самый известный, самый авторитетный телеведущий страны, провел ток-шоу «Время жить». Вообще, надо сказать, Красноярску повезло. Мы попали в число 16 регионов России, где состоялся, пожалуй, самый обстоятельный, самый серьезный разговор о проблемах ВИЧ-СПИДа. Красноярцы многое узнали о ВИЧ, получили одно наглядное подтверждение, что с ВИЧ можно жить. Не существовать, а жить долго и счастливо. Это непросто, но возможно. Сегодня Владимир Владимирович находится в Иркутске. С минуты на минуту мы получим уникальную возможность связаться со студией в городе рядом с Байкалом и провести, кстати, самый-самый первый вообще в истории телевидения телемост «Иркутск-Красноярск». Я напомню, что телепроект «Время жить» поддерживает проект «Глобус», а в этом году нашим партнером стала и межпарламентская группа по вопросам профилактики и борьбы со СПИДом Государственной Думы. Итак, какова же ситуация с ВИЧ в нашем регионе? По данным на октябрь этого года, ну, сами понимаете, свежее цифры быть просто не может, в Красноярском крае живут 6754 человека с вирусом иммунодефицита. Что изменилось за прошедший год, вот с тех пор, когда мы проводили предыдущую программу «Время жить»? Специалисты утверждают, что укрепилась тенденция, ВИЧ перестал быть проблемой исключительно так называемой группы риска. Ну, в общем, известно, кто в нее входит, наркоманы, работники коммерческого секса. Сейчас у вируса практически нет социальных предпочтений, если говорить совсем-совсем просто. Группа риска – это все мы. Мы договорились с Владимиром Владимировичем, что для исследования нашей аудитории в Красноярске и в Иркутске мы зададим одинаковые вопросы. Примерно такой же вопрос, примерно так же сейчас задает вам и Владимир Владимирович. Представьте такую ситуацию. Жил-был молодой человек. По ряду обстоятельств он стал принимать наркотики. И принимать наркотики инъекционным путем. Проще кололся. И заразился ВИЧ. Как вы считаете, кто в этом виноват? Да, микрофончик, дождитесь, пожалуйста. Я полагаю, что в настоящее время сейчас очень много об этом говорится, очень много об этом литературы показывает столько много страшных всяких ситуаций, картинок. И если у человека случилась положительная реакция, он виноват только сам. Только. Спасибо, спасибо. Еще мнение. Вы знаете, за все, что происходит с нашими детьми, в первую очередь отвечают, конечно, родители. И даже точнее я бы сказал, если это юноша, то в первую очередь отец вовремя не объяснил, не подсказал, на своем примере не продемонстрировал что-то положительное. Если это девочка, то мама, ей легче девочке объяснить, как себя вести в этой жизни. Хорошо. Кто из молодых людей желает? Пожалуйста, микрофончик. Как мне кажется, все-таки, скорее всего, это, наверное, образ жизни того человека, который начал приобретать наркотики. Ну, понятно, что образ жизни. А кто виноват в том, что у него сложился такой образ жизни? Может быть, на тот момент, когда человек начал принимать наркотики, это было, наверное, желание попробовать что-то новое для себя. А по части наркомании мы будем говорить в другой программе. Сегодня мы обсуждаем ВИЧ. Вот сам этот факт заражения ВИЧ. Кто виноват в этом факте? Почему так случилось? А от кого зависит, что так случилось? Ну, все-таки, все равно от того человека, который употребляет наркотики. Спасибо. Да, пожалуйста, Молодя. Виновата окружение этого человека, потому что именно в этом окружении человек вырос, именно в этом окружении человек и стал потреблять наркотики. Все-таки в качестве примера привели заражение ВИЧ-инфекцией при употреблении внутриинфекционных наркотиков. И здесь не надо забывать, что человек практически никогда не начинает потребление наркотиков самостоятельно. Всегда в его окружении находятся те, кто вовлекает его, кто предлагает. А другие в его окружении попустительствуют. Кто-то не замечает, как у его ребенка меняется поведение. Кто-то не обращает внимания, что этот ученик стал хуже учиться. У него изменилось поведение в школе. Это боги, это родители, это окружение. Все окружение. Спасибо большое. Я позволю себе воспользоваться вашим мнением, то, что вы сказали, чтобы рассказать о настроении сегодня в нашей аудитории. Сейчас нам нужна буквально минута для того, чтобы технически подключиться к спутнику. Мы наладим связь с Иркутском и эту паузу используем для рекламы. Главное в нашей передаче впереди. Далеко не уходите. Ну вот, Красноярск. Значит, я вижу хорошо мне знакомого Сергея Кима. Добрый вечер вам. Добрый вечер, Владимир Владимирович. Мы приветствуем, прежде всего, тех, кто собрался в студии. Мы слышали ваш разговор и перед этим тоже провели некий такой вот опрос. У нас сегодня очень подготовленная публика. Из ответивших мне на вопрос, кто виноват в случае молодого наркомана, получившего ВИЧ, у нас, ну буквально там два человека высказались из восьми, которые мы успели опросить вот здесь, за то, что они виноваты, что этот человек виноват сам. А другие люди, у нас говорили, и родители виноваты, и окружение, и образ жизни. Поэтому у нас сегодня очень подготовленная в этом смысле аудитория. Я должен предупредить и наших зрителей, и ваших в Красноярске, что все-таки между нами довольно большое расстояние, и поэтому со звуком происходит некоторое отставание звука от картинки. Это несколько неудобно, но тем не менее ничего с этим не поделаешь. Хорошо. Значит, давайте послушаем вот, что у вас говорят. Давайте вот мы послушаем вашу студию. Может быть, поговорите со своими людьми. Хорошо. Давайте начнем вот с человека, который уже высказал свое мнение. Пожалуйста, кто виноват в этой ситуации? В этом виноват, скорее всего, образ жизни того человека. Ну и, конечно, сам человек виноват в этом не менее. Сам виноват? Да. Понятно. Можно вот микрофончик сюда? Я полагаю, что в этом то, что случилось, виноват человек сам и только сам. Потому что если бы это случилось пять лет назад, когда об этом мало говорили, тогда бы можно было винить людей, можно было винить окружение и образ жизни. А сегодня, когда каждый человек, когда очень много передач, когда очень много приводится трагедии, когда об этом пишут все газеты, виноват только человек сам. И давайте послушаем еще одно мнение. Человек, который ВИЧ положительный, будет считать, что виновата общество, его окружение и так далее. А общество будет считать, что виноват сам наркоман, потому что человеку свойственно с себя снимать ответственность. Владимир Владимирович. Да-да, слушаю вас. Вы хотите, чтобы... Ну вот, кто-нибудь хочет развить эту тему дальше? Все-таки пока что большинство говорят, что сам виноват. Сам виноват. И, в общем, мы за него ответственности не несем. Это общая точка зрения? Не общая? Так вы скажите, если вы что-то додумаете. Пожалуйста, встаньте. Меня зовут Алексей. Если говорить о том, что он виноват, то получается, что ВИЧ у нас появился вчера. Он появился давным-давно уже. И если не работали с людьми, информации никакой не было, то виноват никак не сам наркоман. То есть в Америке-то уже сколько лет-то, или что мы глаза только открыли, вот у нас ВИЧ появился. Да у нас в области он уже сколько лет? Семь лет, как я знаю, и работаю с положительными людьми. И так и что? И что-то изменилось? Ничего не изменилось. Эпидемию сразу сказали, будет эпидемия. Я знаю 70-го номера. Я знаю вот самое начало, когда появилось. Сразу говорили, будет эпидемия. Но почему-то у нас ничего не было. Людям запрещали говорить об этом, врачам запрещали говорить статистику. Это же было. Два срока губернатор отсидел, и что? Что-то изменилось? Ничего в области не поменялось? Пожалуйста, если еще желаешь высказаться. Да, прошу вас. Пожалуйста, извините. Я считаю, что нужно учитывать еще и пути заражения. Потому что может быть обычный порез, и человек, который пытался помочь тому же наркоману или просто ВИЧ-инфицированному, может спокойно заразиться. Да, прошу. Я считаю, что к тому же нужно добавлять все-таки фактор, что наше общество в этом тоже виновата. Потому что человек, он не только сам за себя несет ответственность. Все-таки информационное общество у нас сейчас. И, видимо, все-таки мало об этом говорят. Тем более, если дети, допустим, просто не хотят воспринимать эту информацию. Они считают, что да, это плохо, но это не будет со мной. Так, пожалуйста, прошу. Меня зовут Олеся. Я хочу поддержать Светлану в том, что действительно у нас мало информации и мало знает общество о том, что такое ВИЧ, как он передается. И вообще, что это за зараза такая страшная. Вот недавно совсем я смотрела передачу Евроньюз, и там приводили такую интересную статистику о том, что, вот, например, во Франции люди, которые считают, что ВИЧ передается поцелуем, ну, 20%, скажем так, а уже в Восточной Европе так считают, ну, процентов 60. То есть ошибочно полагаю, что ВИЧ передается путем вот воздушно-кабельным. Понимаете, какая ошибочная информация? А кто-нибудь здесь считает, кстати, что поцелуем передается ВИЧ? А вы поцелуете человека, если вы знаете, что у него ВИЧ? Поцелуете? Да? Ну-ну, прошу. Я хотела бы воспользоваться, Владимир Владимирович, вашим правом и задать всем здесь сидящим вопрос. Скажите, пожалуйста, как часто мы видим на центральных и на местных каналах сюжеты о ВИЧ-положительных людях, о том, как работают наши центры? Я не могу ответить на этот вопрос. Думаю, что очень редко. Очень редко. Как раз это к вопросу о том, что мы очень мало говорим об этом. Я, как журналист, говорю о том, что мы очень мало говорим об этом. Спасибо. Ну, значит, вот, все-таки есть мнение, что есть некоторые, как вам сказать, что есть люди, которые полностью во всем виноваты, виноваты вдвойне, так сказать, потому что они и употребляют наркотики, и знают о том, что это опасно. Ну вот, посмотрите сюжет, пожалуйста, о таком человеке. У нас вот есть возможность поговорить как раз не абстрактно, как вот мы начали обмениваться мнениями сразу, а конкретно. Речь идет о судьбе конкретного человека. Сегодня он ВИЧ-инфицированный, он живет в Красноярске. Кстати, он присутствует здесь в студии. Пожалуйста, слушая историю, приготовьте и вопросы к нему. А сейчас давайте посмотрим историю молодого человека. Красноярский край. 1989 год. Первый случай ВИЧ-инфекции. Решение Минздрава, созданной 14 межрайонных лабораторий диагностики СПИД. В том же году 14-летний подросток Роман впервые попробовал со своими друзьями курить Анашу. Тогда слово «наркотики» у него ассоциировалось с какими-то котиками, может морскими, может еще какими. Красноярский край. 1994 год. Второй случай ВИЧ-инфекции. Культовые герои молодежи – экранные персонажи Квентина Тарантино, красиво смакующие между очередными убийствами все виды наркотиков. Анаша уже не так заводил Романа. Организм требовал большего. В 1994 году он впервые сделал себе самостоятельную инъекцию Ханки. В кругу сверстников он чувствует себя нагло выше остальных. Ведь он не такой, как другие. Он крут и обладает уникальным опытом. Вот только о ломках он узнал тоже через собственный опыт. Никакие уговоры родителей не помогают. Попытки лечения от наркозависимости оказываются безуспешными. Красноярский край. 1998 год. 35 случаев ВИЧ-инфицирования. Из них 86% – потребители инъекционных наркотиков. В стране время дефолта, безработица и нищеты. А у Романа, несмотря на всеобщую депрессию и его уже нескрываемое пристрастие к наркотикам, любовь, свадьба, рождение первенца. Он так надеялся, что эти перемены спасут его от уже порядком надоевшей зависимости. Но героин оказался сильнее. Роман нигде не работает. Трое из пяти его друзей уже умерли от предозировки. Один сидит в тюрьме. Вся жизнь Романа сосредоточена на дозе и поиске средств на ее покупку. Он ворует. Часто попадается. Но судьба хранит его от долгих тюремных сроков. Красноярский край. 2001 год. Число ВИЧ-позитивных – 2325. Люди с диагнозом СПИД, общество боится, презирает, преследует. Когда Роман узнал от врача-инфекциониста о своем ВИЧ-положительном статусе, он понял, что это конец его жизни. Решив не подвергать опасности близких своим присутствием, он оставляет семью и с головой погружается в наркотики. Все чаще он думает о способах самоубийства. Его жизнь окончательно потеряла смысл и ценность. Золотой шприц. Сознательная передозировка. Такой должна быть точка в моей непутевой судьбе. Решает Роман. Оставалось только выбрать место и время. По плану Романа, это должно было произойти у дома его старого друга, ставшего священником местной церкви. Возможно, так оно бы и случилось. Но друг встретил Романа со словами. Как же давно я тебя ждал. Красноярский край. Октябрь 2006 года. Общее количество ВИЧ-инфицированных – 6754 человека. Итак, октябрь 2006 года. Роман сейчас находится у нас в студии. Добрый вечер, Роман. Добрый вечер. Во-первых, спасибо, что вы решились показать свое лицо, прийти сегодня к нам на передачу. Роман, вот фильм, сюжет закончился 2001 годом. Вот главное, что сейчас у вас происходит? Что было между 2001 годом и вот нынешним октябрем? Между этими периодами времени было много разных вещей. А счастье в моем понимании – это Иисус Христос. Я учусь в библейском колледже и занимаюсь священным служением. Житейское пребывание ваше? И семья, и дети? В марте месяце я женился, у меня прекрасная жена, у меня перспективы, у меня планы. У меня огромная возможность реализоваться именно в той сфере, где я получил эту проблему. Я благодарю Бога, что я здесь, в Красноярском крае. Роман, вот вы слышали нашу дискуссию здесь, в Красноярске и в Иркутске, о том, знал ли человек, отвечал ли он за свои действия. Вот когда вы принимали наркотики, вы знали об опасности ВИЧ? Понятия не имел. Я даже не знал, что такое, как, куда. Вообще никакой информации. На тот момент информация была одна – спид, чума 20 века. И что это где-то было далеко, вот и все. Меня вот что интересует. Что побудило вас публично показаться? Ведь в нашем обществе к ВИЧ-инфицированным относятся, скажем так, по-разному. Вот что побудило вас выступить с тем, чтобы завтра, когда вы выйдете на улице, вас все будут узнавать? Вы это понимаете, конечно. Пережив все то с момента получения вот этого диагноза, и сейчас, как христианин, я просто думаю, что может быть кто-то увидит меня, увидит то, как я живу, как я улыбаюсь, и поймет, что с диагнозом можно жить, что жизнь на этом не заканчивается, что хоть это и реальность нашей жизни, но это можно переступить, и можно быть счастливым. То есть это основная моя цель присутствия здесь. У нас есть ли желающие задать вопросы Роману? Меня зовут Анна. Скажите, пожалуйста, Роман, вот вы говорили, что вы помогаете теперь людям, которые имеют такой диагноз. Как они реагируют на ваши рассказы? Как удается ли вам вселить в них надежду и уверенность в том, что они могут быть счастливыми и жить, как все мы? Спасибо. В большинстве случаев, да, ответ положительный. И вот здесь мы, у нас организация, есть чистый взгляд, мы занимаемся профилактикой ВИЧ-инфекции в школах. И приятно видеть, когда парни и девчонки, то есть они интересуются этой темой. Они пишут в своих отзывах, что да, мы понимаем, как это опасно. И приятно видеть, когда девчонки, ну может быть у них слезы наворачиваются на глаза, когда они понимают, что секс там вне брака, допустим, это может кончиться печально, что еще что-то, алкоголь и все вот эти вот пороки мира, которые вот приводят к этому. Конечно, есть результаты. И, конечно, ну это удовлетворяет. Роман, в школе в Красноярске вас спускают встречаться с старшеклассниками свободно? В большинстве случаев, да. Владимир Владимирович, у нас был вопрос еще у девушки в зале, если позволите. Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, Роман, если бы можно было повернуть время вспять, что бы вы сделали, как бы вы поступили? Вы говорите, что с ВИЧ можно жить. Но вот я понимаю так, что сейчас вся ваша направлена работа на то, чтобы предотвратить заражение молодежи? Да. Лучше построить забор на краю пропасти, чем строить внизу больницу. Да, есть такое выражение. И, конечно, профилактика сейчас единственный способ борьбы, наверное, с эпидемией, такой более эффективный. И вот, как многие здесь говорили, что все-таки проблема не в самом человеке, который получает диагноз, а в обществе, в культуре его. Профилактика, на ваш взгляд, в чем состоит? Вот. Просто в том, чтобы объяснять людям, что это такое, и как этим можно заразиться, и какие от этого могут быть последствия. Вот всего три направления буквально. Спасибо. Так, прошу вас, дамы и господа. Есть? Да, прошу, сейчас, сейчас. Бегу. Да, прошу. У меня два вопроса. Да. То есть, получается, вот, Роман, у вас были все возможности социального благополучия, и только тогда, когда вы поняли, что вы больны, вам пришло вот это вот просветление о том, что какой же я был дурак, действительно, несознательный человек. То есть, после того, как вы выяснили, что у вас диагноз такой страшный, и вы пришли к Богу, только после того, да, у вас, ну, вы просветлили, просветлились. Не знаю, удобно ли мне сейчас вступить, просто надо точно понимать, что когда Роман заразился, ВИЧ, он принимал наркотики. В этой ситуации о состоянии просветленности и так далее, там, говорит, по-моему, по-моему, немножко сложно. Роман. Ну, это была только капля во всей вот этой полноте. Это был и разрыв с семьей, разрыв отношений с родителями, это было одиночество полнейшее. Секундочку. То есть, именно тот факт, что вы узнали, что вы ВИЧ положительным, привел к этому, к разрыву с семьей, к переосмыслению вашей жизни? Не, он дополнял все это, потому что это все было в совокупности. Вот, как Олег правильно сказал, образ жизни, он сам подразумевал такое состояние, когда, ну, я сам оставался один, я никому не доверял, не верил, обманывал всех вокруг себя. И, ну, ВИЧ это просто была одна из частей, хотя немаловажная, может быть, для меня основная часть, потому что... Вот человек, который принимает наркотики, он в состоянии по-настоящему испугаться смертельной опасности? Для него смерть на 125-м месте в шкале ценностей. Меня зовут Светлана. Скажите, пожалуйста, кроме вашего друга, который вас к церкви привел, помогали ли вам как-то ваши родители, как семья вообще к этому отнеслась, и была ли эта помощь действительно от ваших близких, других людей, от вашей жены там? Я очень благодарен моему отцу. Он до последнего момента вселял в меня веру и надежду, то, что, Ромка, ну, держись, я в тебя верю, что-то произойдет, и он до последнего момента как бы был рядом. Я хотел бы спросить, принимаете ли вы терапию, и вообще, насколько досконально вы знаете, что это такое, для чего это нужно вам? Да, пожалуйста. Второй год я принимаю терапию. Это мне нужно, это реально, ну, помогает мне, то есть я чувствую ее результаты на себе, на своем здоровье. А вы уже ощущали, вот до того, как принимать лекарства, что у вас состояние ухудшается, там появились какие-то простуды, еще какие-то, усталость, еще чего-то? Да, инфекционные заболевания мелкозначительные, то есть, и все, о чем вы сказали, да. А сейчас, сколько таблеток вы принимаете? Три таблетки я принимаю. Мы можем показать свой сюжет, связанный с таким же человеком, тоже ВИЧ-инфицированным. Давайте посмотрим сюжет. На окраине Иркутска, как и в каждом российском городе, есть кладбище, деревянные кресты, гранитные памятники. Но, пожалуй, ни в одном из городов нашей страны мы не увидим столько свежих могил с табличками, обрывающими жизнь в 19, 25, 30 лет. Как будто здесь, в центре Сибири, прошли жестокие бои. Однако все объясняется гораздо прозаичнее, но не менее жестко. Иркутск занимает одно из первых мест в России по распространению ВИЧ-спида. Общее число умерших по причинам, так или иначе связанным с этой болезнью, сегодня составляет около 1200 человек. История развития эпидемии в Иркутске и области насчитывает без малого 7 лет. Приходили и уходили губернаторы, менялись главные врачи спеццентра, силовые структуры с переменным успехом отлавливали наркодилеров. Жизнь текла своим чередом. Параллельно стремительно развивающаяся эпидемия. Иркутск как будто бы не желал замечать назревающей трагедии. И как результат, в 2006 году только официальный показатель ВИЧ-инфицированных превысил 20-тысячную отметку. Печальный рекорд по стране. Героя нашего телемарафона нельзя назвать героем в общем понимании этого слова. Да и он себя таковым не считает. Просто он один из десятков тысяч ВИЧ-инфицированных иркутян. Прошлая история Алексея во многом типична для людей его поколения. Но его сегодняшняя жизненная позиция заслуживает внимания и заставляет задуматься. Я открыл свое лицо вполне осознанно, потому что я не стыжусь и не боюсь этого. Я говорю правду и я хочу говорить эту правду. Герой нашего сюжета находится в студии. Алексей, прошу вас, подойдите, сядьте. Можете его и поприветствовать. Не страшно все-таки открывать свое лицо, учитывая, что как бы тут какая публика бы у нас тут не собиралась сегодня, но в принципе это в стране и в обществе, ну скажем так, относится с опаской к ВИЧ-инфицированным. Страшно. Но вы все равно это делаете. Да, мне это делается. Ну, объясните еще раз, почему вы считаете, что это нужно делать? Ну, в первую очередь я считаю, что в сегодняшний день, в сегодняшний момент это делать необходимо, потому что я достаточно давно живу с ВИЧ и знаю очень много случаев, когда люди умирают. Люди умирают, продолжают умирать. И название телемарафона «Время жить» оно именно подчеркивает ту ситуацию, которую сейчас. То есть молчание и смерть и подобие. А вы как получили это заболевание? Каким путем? Я употреблял наркотики. Когда это началось? Я получил... Когда вы начали употреблять наркотики? Начал употреблять наркотики, ну, это было в 88-89 год. Вы тогда знали о ВИЧе? Нет. Не знали. Скажите, пожалуйста, а легко вообще в Иркутске достать наркотики? Да. Да, легко. И, я думаю, настолько легко, что может быть... У некоторых людей может не уложиться просто в голове. То есть... По простой типу это как купить пачку сигарет в Иркет. И по сегодняшний день? И по сегодняшний день. И недорого? Да, цены... Не, да, недорого. То есть это все стоит. Это доступно, это очень доступно для любого уровня, как говорится. Доходов. А как, по-вашему, почему так легко это все доставать? Это что, все-таки правоохранительные органы и так далее? Или в чем тут дело? Как вы это понимаете? Ну, я могу только догадываться, почему такое происходит. Ну, все-таки это прибыльный бизнес. Наверное, кто-то имеет с этого какие-то дивиденды. Раз этот бизнес процветает на протяжении достаточно длительного времени. То есть, ну, я думаю, порядка 10 лет на рынке героин существует доступно. Сколько стоит чек? Ну, по моим последним данным, сто рублей. Сто? Сто рублей, да. Ну, конечно, рынок он так или иначе корректирует. Ну, корректируется, да. То есть, ну, вполне доступно. Доступно и бывает даже еще ниже цену. Вы работаете в программе снижения вреда, да? Какая главная задача? Ну, вообще, главная задача проблемы снижения вреда ставит профилактику ВИЧ-инфекции среди наркопотребителей. И эти программы направлены на все-таки изменение, возможность изменения поведения человека, употребляющего наркотики. То есть, группа населения очень закрытая, и для того, чтобы выйти на них, для этого требуется время, для этого требуется усилие, чтобы каким-то образом людям дать информацию, ту информацию, которая, возможно, со временем изменит в жизни этих людей. Предположим, вам удается уговорить вот такого человека пойти к соответствующим наркотикам, в соответствующие учреждения, в поисках помощи. Как его там примут? По вашему опыту, вот здесь, в Иркутске. Ну, я бы сказал так, не примут. Не примут? И если примут, то это будет сделано крайне негативной окраской, потому что очень я сталкивался с проблемами в свое время, когда пытался обращаться за медпомощью. То есть, очень высокий уровень дискриминации, стигматизации человека, не просто живущего свеча, а еще несущий на себе крест, так скажем, наркопотребителя. То есть, врачи. Я не хочу, ну, конечно, я не буду переходить на какие-то крайности и категоричности, но проблема существует, проблема реальная. А люди боятся идти к врачам, потому что боятся, что будут отказаны медицинской помощи. Вы знаете, давайте сделаем так. Я бы хотел, чтобы вам вопросы задавали из города Красноярска, и потом, может быть, и из Иркутска тоже, как ни говори. Прошу вас, Сергей, если вопросы есть к Алексею, то, пожалуйста, задавайте их. Вы знаете, у нас много вопросов. Скажите, пожалуйста, вот сегодня есть много заболеваний, которые тяжело лечатся, от которых нет панацеи на сегодняшний день. Есть вредные привычки, которые сопутствуют этим заболеваниям. Попробуем перефразировать вашу проблему. Вы заболели, употребляя наркотики. У нас миллионы людей курят и заболевают раком. И, на мой взгляд, такой проблемы не существует, как неприятие этих людей. С ними никто не перестает здороваться, к ним никто плохо не обращается. У нас есть миллионы людей, которые заболевают вирусным гепатитом, и для них это тоже практически крест в жизни. Вот как вы считаете, почему именно СПИД вызывает такое неприятие общества? На мой взгляд, он вызывает такое неприятие тем, что это заболевание затрагивает неприятные для общества стороны жизни. То есть неприятно обществу говорить о проблемах, связанных с наркотиками, с сексуальными вопросами. Для общества всегда вопросы такие табуированные, что ли, поэтому люди боятся. Да, я думаю, что вот это вот ключ. Просто напугали всех таким образом. Ну, от курящего человека ты ничем не заразишься, в смертельном тем более. Насчет гепатита просто люди не очень это знают. Опять мало написано, что если не дай бог, кстати, гораздо более заразная вещь, чем СПИД. И также неизвестимая, да. Просто напугали. И отсюда идея, что даже если комар укусит Алексея, а потом тот же комар укусит вас, то у вас неизбежно, так сказать, вот даже такие вещи. Это нагнали страху и при этом ничего не объяснили. Вот это ответ на ваш вопрос. Наша аудитория хотела бы что-нибудь спросить у Алексея. Добрый вечер всем. Меня зовут Роман Муравьев. Тебе не кажется, что то, что сейчас здесь происходит, это идет поддержание стереотипа о том, что болеют, или то, что являются носителями вируса ВИЧ, люди, только употребляющие наркотики? Вот вопрос, прошу. Нет, не кажется. Ну, я не знаю, Роман, как более подробно тебе ответить на этот вопрос, но тема затронута и как бы жизненно необходима. Как и какой, к чему привязывается, к наркомании, либо к чему-то другому, это не суть важна, на мой взгляд. Главное, что эта тема обсуждается. Я думаю, что просто люди должны понимать, что во всех, нет, во всех не могу сказать, во многих странах, где это начиналось, то начиналось с употребления наркотиков и с гомосексуализма. На сегодняшний день в России примерно половина всех случаев это уже нормальный половой путь. Абсолютно, без всяких наркотиков и так далее. То есть, начинается так, а дальше продолжается иначе. Просто, чтобы иметь в виду, что любой человек, здесь сидящий, в принципе, может это получить. При том, что он не наркоман и не, так сказать, к сексуальной меньшинству. Это на всякий случай. Прошу, еще вопросы Алексею. Есть ли? Скажи, пожалуйста, в чем сейчас заключается твой смысл жизни? А есть ли смысл жизни? Ну, смысл жизни, наверное, заключается в том, чтобы жить. То есть, все просто и банально. То есть, ну, надо жить, время жить. Еще есть? Да, вот, пожалуйста, микрофон, вот в заднем ряду здесь. Да, прошу вас. Меня зовут Анна Загайнова, Красный Крест. Я знаю, что Алексей очень много работал для того, чтобы помочь людям, живущим с ВИЧ-инфекцией. Он действительно много делал. Но вот у меня такой вопрос. Алексей, представь, что ты бы сейчас смог напрямую обратиться к президенту России. Какие бы вопросы ты с ним обсудил? Вот откровенно бы обсудил для того, чтобы помочь людям, живущим с ВИЧ-инфекцией. Ну, как это сделали пару дней тому назад, да? Правда, этот вопрос вроде не задавали, но тем не менее. На самом деле. Ну, не знаю, я даже не думал об этом, чтобы я спросил у президента. Ну, наверное, каких-то решений, каких-то принятий, каких-то... Ну, давайте так, что вам кажется, надо сделать, что важнее всего, чтобы вот как-то повернуть это вспять? Я не знаю, что важнее для меня, для меня важнее это качественное медицинское обслуживание. Вот, и если бы вставал вопрос, с чем обращаться к президенту, то я бы обращался с этой проблемой. А еще же там в сценарии записан вопрос Зубову. То есть, вас это качественно не устраивает? Меня это качественно не устраивает категорично. Нет, это не устраивает. Вы можете сказать конкретно, что не устраивает? То, что врачи не принимают, то, что не дают лекарств, то, что... Дай микрофончик. Нет, меня лично не устраивает, во-первых, неорганизованные, что ли, сервисы медицинского для ВИЧ-положительных людей. То есть, все носит такой характер какой-то стихийный. Ну, говорить о том, что маленький спидцентр, что там негде просто развернуться, то есть, приходится какие-то вот лишние походы, запись за несколько там недель на прием. То есть, вот это вот все осложняет жизнь на самом деле. Хотелось бы просто прийти, сдать необходимые анализы, получить необходимую медицинскую помощь. И уйти оттуда. Вот я знаю, что в Красноярске находится депутат Государственной Думы Павел Михайлович Зубов. И хотел бы вот что вас спросить. Роль вообще ваша, роль Государственной Думы, роль власти по всей этой проблеме, она какая? Она никакая. Есть какая-то ответственность. Что вы делаете? Делаете ли? Вот, так сказать, ряд вопросов, которые, кстати, я бы задавал президенту, если бы я имел эту возможность. Ну, задаю вам, господин Зубов. Я думаю, что ответ тут такой. Делаем, с одной стороны, мало, а с другой стороны, все-таки что-то начали делать. Междепутатская группа, межфракционная в Госдуме начала работать в 2002 году. По моей оценке, если бы она начала работать в 2000-м и имела доступ к центральному телевидению, то многие проблемы, о которых мы сейчас догадываемся, говорим, недостаточно говорим, они просто были бы сняты. То, что в этом году впервые финансирование государственное из нашего отечественного бюджета на проблемы СПИДа превысит те финансы, которые до сих пор нам давали некоммерческие организации, это уже какая-то подвижка. Какая-то подвижка. А вот то, что мы приняли закон, который затруднил деятельность некоммерческих организаций, это как раз отрицательный вклад Государственной Думы, в том числе, которая голосовала за этот закон. Мы серьезно ограничили деятельность тех людей, благодаря которым как раз в обществе подталкивалась власть для того, чтобы принимать нормальные решения. Вот то, что мы сейчас с вами ведем такую дискуссию впервые Иркутск-Красноярск, я думаю, на какую-то копейку все-таки сыграли в том числе и представители власти, и депутаты, но еще не сыграли на оставшиеся 99 копеек, что мы не ведем такого диалога в масштабах всей страны, хотя для этого возможности у нас существуют. Поэтому я в одной части упрек принимаю, думаю, что и все мои коллеги должны принять. Власть сегодня отстает от тех задач, которые надо решать, борясь со СПИДом. Отстает от гражданского общества, отстает от волонтеров, отстает от тех людей, которые попали в эту сложную ситуацию, вот как Роман, сидящий справа от меня, и они оказались более продвинутыми. Ну, слава Богу, давайте хотя бы им не мешать, поддержим их, пойдем с ними рядом. Спасибо. У нас тоже есть депутат Государственной Думы Сергей Иванович Калесников. Вот, если можно, встаньте. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, вы как депутат, вы получаете от своих избирателей письма, просьбы и так далее? По наркотикам ежедневно практически на встречах с жителями тоже задаются вопросы, когда же прекратится это беззаконие по распространению наркотиков, когда будут приняты жесткие меры. Даже мы вносили закон в свое время, года четыре назад Валерий Михайлович был один из авторов, чтобы резко ужесточить наказание за распространение наркотиков и содействие оному, то есть содействие распространения наркотиков, то есть крышевание, то, что сегодня называется. Закон был отвергнут, естественно, он не прошел. Через Государственную Думу сказали, что это слишком такой закон, который можно использовать в качестве, ну, хотите, коррупционной, который может в политических целях использоваться. А вот по ВИЧ-позитивным, по борьбе, по профилактике, я тоже в этой межфракционной группе состою, задают вопросов крайне мало. Тема, которая в обществе непопулярна действительно. И связана это, знаете, с чем, Владимир Владимирович? Это связано с тем, что, в отличие от других стран, у нас 80% средств идет на тестирование. У нас самая обследованная страна в мире, я могу сказать это с полным пониманием. Я медик, я знаю, что это такое, в том числе Иркутская область. Было почти тотальное обследование всех, чуть ли не всех жителей, которые попадали в больницы, которые, хоть какая-то возможность была их тестировать, все тестировались на ВИЧ. А вот на профилактику, на информацию населения, на то, чтобы рассказать, что это такое, что это не смерть, как вот про рак сейчас говорят, пойдите, обследуйтесь, рак излечим, особенно в ранних стадиях, когда ты наблюдаешься. Вот из СПИДа сделали, в том числе и фармфирмы, сделали очень хороший инструмент зарабатывания денег. Это напугали до смерти всех, ввели к категорию ВИЧ-инфицированных, к категорию, как было раньше, больные лепрой. Вот, и общество от них начало шарахаться. В Иркутской области, кстати, вот этого не было. Здесь отношение к ВИЧ-инфицированным было всегда спокойным, здесь не было истерики. Первые там год-два-три при прежнем руководителе СПИД-центра это было, а потом, значит, это успокоилось. Это успокоилось. И сегодня, ну, если есть конкретные примеры отказа медицинской помощи, надо просто сказать, и мы в медицинском сообществе с этими людьми разберемся просто-напросто. Вот, но озабоченности в обществе нет, я вам должен сказать, обращаются крайне редко. И это беспокоит. Значит, люди не понимают, что это то и болезнь-то все-таки опасно. Спасибо. Я вижу, люди качают отрицательной головой. Так, прошу передать микрофон. Ну, во-первых, мы переходим на то, чтобы вообще... Вы депутат. Да, я депутат и главный акушер-гинеколог Иркутской области. Мы стараемся, чтобы женщины вообще находились в одноместных палатах. Это во-первых. И потом есть определенные рекомендации приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации, которые, так сказать, требования санитарно-эпидемиологических режимов, родильных домов, они приводят к тому, что в большинстве случаев требуется изолирование этих пациентов. Я хочу вас спросить, просто, простите, сейчас перебиваю, я хочу тут четкости. Приказы Минздрава. Есть ли такой приказ Минздрава, что... Есть приказ, который, говорит, в боксе должны находиться, рожать в отдельном родильном зале. То есть это вот сверху вам указание, и вы это делаете? Да, это... Это не по собственной инициативе? Нет, это есть приказы. Так. Но я хочу сказать, вот большинство родильных домов, вот в частности в Иркутской области, перешло на индивидуальные родовые. И я хочу... Вот, допустим, у нас в областном перинатальном центре ежегодно проходит свыше 60 родов у ВИЧ-инфицированных. Я хочу сказать, есть социально адаптированные, очень хорошие семейные пары, которые действительно, так сказать, получают очень хороший уход. Есть, так сказать, женщины, которые, переходя порог родильного дома, сразу говорят, я бросаю этого ребенка, и мне он, ребенок, не нужен. И таких тоже достаточно много. Это понятно, да. Поэтому я хочу сказать, что, так сказать, вот в лечебных учреждениях сейчас все-таки отношение к ВИЧ-инфицированным значительно изменилось. Да. И уход за пациентами, особенно это касается и сиродоспомогательных учреждений, он значительно улучшился. Да, спасибо. У нас есть желающие высказаться. Пожалуйста. Запланировано ли в бюджете России, если запланировано, то сколько запланировано денег на профилактику СПИДа? Валерий Михайлович. Вы знаете, в целом очень трудно в нашем бюджете точно сказать, вот сколько запланировано. Значит, в целом на проблематику СПИДа в этом году будет в 20 раз больше, чем в предыдущем году. В 20 раз больше. На профилактику примерно половина из той суммы, которая выделяется, где-то около 200 миллионов рублей. Мнение было. Пожалуйста. Вы знаете, я не соглашусь с тем, что объем исследования слишком высок или это слишком дорого. У обоснованности обследования есть три стороны. Клиническая, эпидемиологическая и экономическая. На сегодняшний день стоимость обследования, скринингового обследования на территории нашего края меньше, чем потери, которые мы понесем от того, что мы не выявим вовремя ВИЧ-инфицированных пациентов. Кстати... Простите, пожалуйста, с кем вы не соглашаетесь? С депутатом Иркутским. Понятно. И надо сказать, что это признали не только некоторые западные страны. В Соединенных Штатах Америки 21 сентября вышли новые измененные рекомендации по обследованию на ВИЧ-инфекции. Именно благодаря тому, что была просто просчитана стоимость обследования широкого скрининга. Ничем не уступает по стоимости, допустим, скрининга на сифилис, на какие-то другие инфекции. И она обоснована экономически. Я отнюдь не сказал о том, что не нужно обследовать вопрос о соотношении. Так вот, я, Валерий Михайлович, просто не медик, он может не знать этих цифр. В этом году 3 с лишним миллиарда рублей выделяется на СПИД-программу. Это впервые такая огромная сумма. В следующем году около 4 миллиардов рублей. Соотношение профилактических мероприятий и лечебных мероприятий примерно как 20 к 80%. 20% это что? 20% профилактика и 80% лечения и тестирования. Да, прошу. Нет, вот что-то Валерий Михайлович не согласен с этой цифрой. Вы что-то качаете головой. Валерий Михайлович, что-то не так? Вы знаете, здесь два момента, которые были до сих пор. Во-первых, по цифре. Общая цифра названа верно. Но дело в том, что в процессе исполнения бюджета, как показал 2005 год, она резко меняется. То есть вот эта структура, она начинает меняться. То есть деньги планируются на профилактику, а уходят на другие цели. Да, вот показал 2005 год, например, самая большая сумма пошла на строительство. Но вот строительство каких объектов, например, до третьего чтения бюджета, который будет 30 октября, пока выяснить не удалось. 30 ноября, извиняюсь. Значит, ну, есть второй момент, на мой взгляд, очень важный, который нельзя упускать. Вот сейчас обследование на ВИЧ-спит спущено с федерального на региональный бюджет. Это произошло три года назад. И так как у нас большинство региональных бюджетов, в отличие от федерального, они не профицитные, там нет стаб-фондов, они дефицитные, то регионы стали в меньших объемах, а не в больших, проводить это обследование. И это даже отразилось в статистике. Статистика стала как бы красивее, лучше, стал не такой по экспоненте рост, а даже как бы загибаться в отдельных районах очень значительно. Но это связано с тем, что изменилась система финансирования. Стали меньше как раз обследовать в целом ряде территорий. Спасибо, Валерий Михайлович. Владимир Владимирович, время наше в эфире, к сожалению, истекает фактически, потому что мы бы хотели попросить вас, чтобы у нас, у Красноярска осталось несколько минут для того, чтобы обсудить сугубо Красноярскую проблему. Если вы заметили, что у нас в Красноярске все-таки чуть-чуть подальше прошли, так сказать, решение этой проблемы. У нас, между прочим, всего-то по сравнению с Иркутской цифрой, в общем, даже я имею, так сказать, возможность сказать всего. У нас 6754 ВИЧ положительных на 3 миллиона населения. Иркутская область чуть поменьше, а то цифра много больше. Поэтому, Владимир Владимирович, если у вас есть последний буквально вопрос, потому что мы бы хотели, я повторю, оставить время для нашего здесь обсуждения. Вопросов у меня нет. Я только хочу сказать, что Красноярск является в значительной степени примером того, как нужно решать эти проблемы. Никаких секретов нет. Нету специальной области, где почему-то ВИЧ не появляется. Просто в Красноярске рано за это взялись. И взялись за этим, можно сказать, всем миром. И вот вам и результат. И мне очень приятно это услышать. И я думаю, что Иркутску полезно это знать. Потому что Иркутск, к сожалению, в этом смысле является собой пример отрицательный. Я очень рад нашему телемосту. Обсуждайте дальше свои вопросы. Я лично желаю вам всех благ. Ну и время жить. Будьте здоровы. Итак, мы продолжаем ток-шоу «Время жить». И сейчас действительно поговорим о красноярских проблемах. Знаете, известно, что свежий взгляд всегда подмечает больше привычного. Мы, красноярцы, как привыкли, что центр спит, наш красноярский в числе хороших центров. Здесь много работает. Только что это подтвердил Владимир Познер. Но, знаете, свежий взгляд людей, которые приехали к нам в Красноярск для подготовки ток-шоу «Время жить», открыл нам некоторые вещи. Давайте сейчас внимательно посмотрим на экран. Это такая зарисовка, которую сделали питерские наши коллеги. Они, в общем-то, удивились, зная благоприятное впечатление о Красноярском крае. Подчеркну, удивились не очень приятно. Солнечная программа Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Думаю, что совместно и с городскими властями и рассматривая возможные варианты неэффективно использующихся зданий краевой собственности, можно будет найти вариант решения этой проблемы. Егор Евгеньевич, вот сроки и ответственные. Если мы это услышим, то я думаю, что мы будем удовлетворены, по крайней мере, на сегодняшний вечер. Ну, поскольку в функции Агентства здравоохранения и лекарственного обеспечения администрации края, руководителем которого я являюсь, входит управление государственными учреждениями здравоохранения, коими является Центр СПИД, то ответственный, безусловно, я за то, чтобы этот вопрос решить. Со сроками сейчас не хотел бы их называть жестко, но думаю, что в течение ближайшего года мы частично найдем решение этой проблемы. Как решить эту тему радикально, я пока не готов ответить, потому что, к сожалению, у нас очень много проблем в здравоохранении. Мы видим, что и на уровне государства, и у нас в крае принимаются соответствующие решения для того, чтобы помочь сегодня здравоохранению. Но груз тех проблем, которые копился, он не сегодня возник. Это десятилетия, когда, к сожалению, на эту тему не обращали серьезного внимания. Хорошо. Валерий Михайлович, как Вы считаете, это вот все-таки наша конкретно красноярская проблема? Это проблема вообще по большому счету даже, может быть, властей еще и города по выделению помещений? Или это все-таки федеральная проблема? Может, надо строить новое? Может быть, нужны дополнительные деньги из федерации, из федерального бюджета? Вы знаете, хотя, конечно, так удовлетворительно слушать, что Красноярск решает какую-то проблему лучше, чем другие регионы, но в целом пока только начало ломаться общественное отношение к проблеме. Только начало ломаться. И, соответственно, на эту проблему глазами другими пока еще смотрят вся власть. И когда Вы ищете помещение, когда Вы говорите о том, что надо больше денег выделить в бюджете, что их вот так надо выделить, Вы очень часто натыкаетесь на то, что, а что за проблема? Почему под эту проблему надо что-то делать? Вот сейчас легче стало решать эту проблему, хотя еще пока не намного. И поэтому Людмила Александровна правильно говорит, что пока еще ответственность несем, еще все трудно. Но думаю, что в ближайшее время можно будет решать легче. Спасибо большое. Фактически мы должны уже завершать. Наше время в эфире истекло. Насколько я понимаю, и Иркутск тоже из эфира уходит. Скажите, пожалуйста, какие темы проекту «Глобус», журналистам, всем тем людям, который сегодня участвовал в подготовке этого телемарафона, простите, телемоста и проекта «Время жить» нужно поставить на следующий раз. Коротко только, буквально в рамках Бриджа. Я надеюсь, что второй раз вы все-таки не вырежете мой ответ на вопрос, кто виноват. Когда я сказал родители, в этом большой смысл заложен. Это все останется вещами. Мы должны относиться к этой проблеме, что мы действительно родители. Отвечаем за то, что наши дети попадают в новые для них ситуации. Они под влиянием разного окружения находятся. И они должны быть готовы правильно себя в этих ситуациях повести. Это с одной стороны. Но есть и вторая сторона. Мы все родители. Мы все медики, родители, депутаты, родители, вы журналисты, родители. И решая эту проблему, мы будем принимать только такие меры, которые допустимы к нашим детям. И будем принимать меры как можно быстрее. Хорошо, Валерий Михайлович, давайте другим. В рамках Блица, пожалуйста, у кого микрофончик с этой стороны? Да, пожалуйста. Хочу обратиться ко всем, кто занимается проблемой ВИЧ-инфекции. Нужно не пугать, а нужно именно информировать. И чтобы люди понимали, что ВИЧ-инфекция это не проказа какая-нибудь там, не страшное что-то, что далеко от меня, а что это рядом. И что люди живут, умирают с этим. Но нужно дать шанс людям, чтобы они жили и строили, наверное, наше светлое будущее. Хорошо. Да, пожалуйста. Школьники. Те, кто находятся на том самом краю пропасти, еще не добежали ни до края, ни до забора, который мы, надеюсь, когда-нибудь построим для них. То есть школьники, которых очень сильно завлекают и наркотики, и прелести красивой жизни, связанные с девочками. Поэтому это очень важная тема для программы «Глобус». Хорошо. Спасибо. На следующий раз хочу предложить следующую тему обсуждения. Женщины, ВИЧ и дети. Почему? Потому что, как эпидемиолог Центра СПИД, вижу изменяющийся характер эпидемии. У эпидемии ВИЧ-инфекции в настоящий момент все более женское лицо. Половина вновь выявленных случаев ВИЧ-инфекции это среди женщин, причем женщин детородного возраста. Спасибо. Я прошу прощения, мы ничего не успеем. Я бы хотел просто еще предоставить слово Роману, еще раз его поблагодарить за участие в передаче. Роман. Да, спасибо вам всем тоже. И хотелось бы, вот совершенно верно заметил, Валерий Евгеньевич, о том, что родители это снутри семьи, а снаружи еще желательно, чтобы была хорошая команда в крае, обеспеченная, обученная именно по профилактике, именно по строительству вот этого забора, который будет этим детям уже снаружи, там, где они живут, вне дома, говорить о проблеме, о выходе и о последствиях. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо Роману. Спасибо всем участникам сегодня нашего телемоста, нашего ток-шоу. Ну, и, к сожалению, в рамках одного часа мы не сможем обсудить все проблемы ВИЧ. На самом деле здесь очень много дремучести. С одной стороны, многие ведь по-прежнему считают ВИЧ смертельным приговором. С другой стороны, многие считают, что проблема их не касается. Понимаете, вот шарахаясь из одной крайности в другую, такую серьезную проблему, как ВИЧ, безусловно, не решить. У нашего времени много вызовов. ВИЧ один из этих вызовов. Наше время очень стремительно. Но главное, что это время жить. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова